Добрый день, меня зовут Анетта, я являюсь основателем магазина Муравейник и сегодня мы также хотели бы помочь Ашак Туризму, проекту Пазл и приглашаем вас в гости к замечательной мастерице, рукодельнице, человека с золотыми руками Айнури Эджи мы хотели бы предоставить вашему вниманию такие замечательные вещи, картины на разные-разные темы, красоту, которую вы можете посмотреть в нашем магазине все мы привыкли к таким вещам, как шердаки, аллакизы, но вы посмотрите на эти работы они просто невероятные, посмотрите на работу войлоком, какая она тонкая все картины очень выпуклые, они передают естественность, очень разнообразны с удовольствием пришли в гости к Айнури Эджи, потому что когда получили фотографии таких работ я хотелось узнать побольше, как вы к этому пришли, от шердаков, то что обычно мы знаем в картийском искусстве к таким интересным работам как я к этому пришла, ну мы с детства, у нас как бабушка, мама, все они занимались шердаками, войлоком и мы все были рядом, всегда помогали мне это все очень нравилось, и потом уже, когда уже я выросла, вышла замуж тогда уже, у нас как у соседей, мы соседи собираемся друг другу ходим и делаем, катаем войлок и мы делали шердак, и мне всегда хотелось что-то другое сделать, не просто обычный шердак а вот именно из войлока, но что-то другое хотелось, например двухцветный шердак и это была моя такая мечта, и потом, потом я стала покупать тапочки, сумочки, сувенирчики и маленькие вот такие игрушки всякие, сейчас же все это модно делать а потом, потом уже как-то я увидела по телевизору фелтинг и фелтинг это от слова английского фелтинг, как-то набивка и они вот такими специальными иголочками делают мягкие такие выпуклые игрушки я увидела и решила попробовать вначале на ткани, потом на фильтре, потом на войлок и только недавно я узнала, как в мире это уже есть такой вид фелтинг вот, и стала делать, я уже, не знаю, как вам сказать не просто я обожаю войлок, сам войлок, он шерсть, теплый, мягкий, какой-то уютный, какой-то приятный это ближе к природе, при этом еще и можно искусство сделать, да, своеобразное? да, и потом мы тоже все-таки, знаете, здесь нет никакой химии, это все натуральное например, в комнате у ребенка, если повесить такую картину, тоже вы знаете, это же чистый войлок и, по-моему, это очень, ну, мне это дело очень нравится ну, для того, чтобы заниматься фелтингом, первое необходимость, это поролончик можно щеточки, вот поролон, обычный поролон наш на поролоне это войлок, это натуральный войлок, стопроцентный войлок работаем мы с шерстью, шерсть кардачос из мериноса, это тоже натуральная шерсть и вот такие вот иголочки, специальные иголочки с такими насечками, всякими зазубринками это для того, чтобы шерсть, когда мы ее проталкиваем, она обратно не вышла, а осталась там она вот как бы схватываете между собой и остается раньше у корызов тушки изы делали то есть это вручная работа получается, да? по миллиметру, по миллиметру это очень такой кропотливый труд, очень, знаете мы стараемся, вот этой тонкой иголочкой, мы все это, это набивка вот так вот набиваем, и в итоге, вот после долгой работы вот этот шерсть, она видите, она уже как войлок, она вместе с войлоком уже стала войлоком, да? сливается, не знаю, как даже сказать вот как машинка рука действует да, вот это, чтобы я сейчас потише делаю, чтобы было видно вам и в итоге, вот такой получается, вот с обратной стороны это все, видите? то есть никакой машинной вышивки, все полностью в ваше старание да, уручная работа, все, вот таким вот образом и наш муравьи получился то есть по сути можно гостям, если кто-то из туристов хочет персональный подарок, то на ваши картины можно поставить логотип той компании или имя клиента написать, чтобы он получил картину дома логотип компании, что он там, в Кыргызстане здорово, я думаю, что не только туристам будет интересно но и нашим жителям Пешкета, Кыргызстана здорово, и мы можем в принципе, я могу делать любой логотип я уже много пробовала и сложные пробовала в общем, если будет картина, я ее сделаю все, спасибо огромное я знаю, что наши ролики часто смотрят люди с мира туризма и я, как туроператор, был бы рад, если у нас в гостевых домах по регионам были вот такие картины на стенах в номерах у клиентов, в коридорах, в ресторанах кстати, допустим, в черно-белом стиле лошадка плюс пастбище вторая картина третья картина и горная местность Кыргызстана все это сделано в одном стиле или, допустим, такой вариант и, опять же, сделаны юрты, озеро или, может, местность если дома находится Казармани то перевал Казармана, рисован в таком стиле если находится в районе Каракола то Джитеогус, Каракольское ущелье или само озеро Ясипуль тогда представляете, как это все было бы очень стильно и эффектно БОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ЕСЕЛ В СВГАТЕЛЬ! Продолжение следует...